Всем привет, дамы и господа! С вами снова Александр. И сегодня я буду рассказывать о кресле от компании Britax Römer. Называется Advanced FX Eye Size. Это кресло для тех, кто хочет купить универсальное кресло с 9 месяцев до 12 лет. Хорошего такого немца настоящего, если кто-то хочет. И получить максимум уровень безопасности, и максимум качества исполнения, максимум технологий по той самой безопасности, которая использована в этом кресле, в том кресле, в котором они хотят. И в этом случае Römer нам предлагает вот эту модель. И здесь есть все, что только можно пожелать. Комфортно, качественно, безопасно, недешево, но это премиум продукт, поэтому здесь мы понимаем, за что мы платим. Если максимум получаем, то за безопасность наших детей приходится нам платить. От этого никуда не деться. Кресло с 9 месяцев, не с 9 килограмм. Это новый стандарт поддерживает кресло Eye Size. И по новому стандарту уже особо не важны так килограммы, на самом деле. Важен возраст ребенка. Многие путают и говорят, нам уже 9 килограмм. Ребенок у них уже 9 килограмм весит. А ему еще 6 месяцев. Вот нет, 9 килограмм тут не работает. В 6 месяцев еще не сформировался ребенок. Кости, хрящи, мышцы, все ткани, они еще слабенькие. Если вы его посадите по ходу движения при лобовом ДТП, ребенок может просто не выдержать таких нагрузок. Поэтому запоминаем 9 месяцев, не раньше и до 12 лет. Все, купили, здесь забыли и все. Это универсальное кресло и среди универсальных одно из самых лучших. И безопасно. Advanced Fix Eye Size напомню. Что оно себя представляет? Здесь у нас такое классическое кресло с пятиточечными ремнями. Пятиточечные ремни, они используются для перевозки детей с 9 месяцев до метра роста. Потом ремни эти демонтируются. И уже ребенка нужно будет пристегивать взрослым автомобильным ремнем. Также смотрите, это кресло чем интересно. Сюда перекочевали технологии, которые используются в 2-3 группе у ремера. Это такие системы, как XP Pad. Вот такая вот специального материала накладочка на ремень, через которую у нас проходит ремень автомобильный, взрослый. Да, вот так вот. И еще одна накладочка. Вот здесь сейчас фотография всплывет, вы увидите. Накладочка вот около паховой зоны. Когда отсюда демонтируются ремни, нужно эту накладочку ставить. Такой крючочек, через который проходит нижняя часть ремня. И сейчас я пристегну сразу, чтобы вы понимали. Все. Вот XP Pad. У нас верхнюю часть плечевую зону защищает дополнительно. И вот этот вот крючок дополнительный, нижнюю часть, паховую зону. И паховая зона здесь на 30% дополнительно снимается нагрузка с паховой зоны у ребенка, благодаря вот этой системе. Здесь снижается нагрузка с плечевой зоны. Сам ремень он тоже травмирует детей. Поэтому здесь даже об этом позаботились. И в более бюджетных креслах, в универсальной группе, вы таких систем, в принципе, никогда не найдете. Их просто нет, таких систем. Поэтому я и говорю, здесь есть все, что только придумано на сегодняшний день. В этой модели есть все, что касается безопасности ребенка. Что касается комфорта ребенка. Ткань. Ткань у ремера. У ремера есть несколько линеек. Есть более дорогая линейка с навороченной тканью. У них там были джинсовые, какие-то цвета новые. Она и дороже, она более гипоаллергенная и все такое. Есть ткань обычная. Она тоже классная, тоже там аллергикам, детям подойдет. Все нормально. Премиальные линейки просто неприятнее, что ли. Ну и здесь тоже хорошо. Подголовники ткань. Всегда используется вообще самая классная, мягенькая, приятная. Лицо ребенка никак не будет там страдать. Будет с удовольствием сидеть. Само кресло тоже достаточно мягкая, спинка. В общем, по комфорту, по посадке. У меня претензий к этой модельке нет. В дальней дороге ребенку захочется наклонить сидение, чтобы он поспал. И вот получается наклон. Это очень приличный наклон в универсальных креслах по ходу движения, когда ребенок едет. Этого наклона более чем достаточно, чтобы ребенок спал, голова под своим весом лежала, вперед не свисала. В общем, вот все с комфортом здесь замечательно. Летом ткань, в принципе, тоже нормально себя показывает. Я не могу назвать ее какой-то эталонной, супер дышащей. Потеют дети практически в любом кресле. Мало единицы кресла, где с сеточкой сделано кресло, чтобы меньше всего приедет. Здесь обычная классическая ситуация. Если хотите, чтобы совсем не потел. У Ремера, как закон, есть фирменные летние чехлы, которые одеваются летом поверх всех этих чехлов фирменных. Что касается крепления кресла в автомобиль. Новый стандарт iSize подразумевает обязательное использование Isofix системы. И здесь мы можем пристегнуть только на Isofix. На переднем сиденье вы маловероятно, что пристегнете единицы автомобилей, где на переднем сиденье есть Isofix. Ваговские автомобили. Кто знает, что такое ваговские автомобили, тот меня поймет. Там еще можно это найти, но не факт. Соответственно, Isofix у нас снизу. Вот оно. Мы его как бы вынимаем. Он гибкий, поэтому в любой автомобиль мы нормально поставим. У кресла обязательно должно быть две точки крепления. Верхнее и нижнее. Сверху здесь используется якорный ремень. Он длинный. Даже и в джипах, в автобусах везде длины вам хватит устанавливать. Это вот такой крючок. Если седан, крючок за подголовником. Если какой-то универсал, еще что-то. Такой крючок есть на спинке обычно сиденья. Одеваем, натягиваем ремень, чтобы прижать верхнюю часть. Isofix, соответственно, снизу крепит. И у нас получается такое монолитное жесткое крепление кузова автомобиля. И можно ехать. Так, по большому счету, по креслу, все, что хотел я вам рассказать, я рассказал. Подытожу свои мысли. Я не фанат вообще, в принципе, универсальных кресел. Я люблю отдельные категории. Там один, максимум один, два. И потом уже два, три. Но время идет. Производители начинают и универсальные кресла подтягивать достаточно к высоченному уровню. И вот вам наглядный пример. Это тот случай, когда, в принципе, можно пренебречь вот этой вот сменой кресел постоянно по категориям. А взять одно универсальное. Да, оно стоит дороже, но и на какой период вы его берете. Если аккуратно его использовать, он весь период спокойно отслужит. И вот эти ткани, я видел, 5-7-летние ремеры при активной эксплуатации. Если его там в нем не кушать, его не проливать постоянно. Оно, в принципе, очень даже товарный вид держит. Поэтому, я думаю, на весь период его должно хватить. Плюс безопасность, комфорт очень приличный. Единственный минус – это цена. Но цена здесь, мы понимаем, за что мы платим. Она стоит этих денег. Это модель. Поэтому я рекомендую для тех, кто в состоянии приобретать такие вещи, обязательно рассмотрите эту модель. Можете приехать в мир автокресел, в любую из точек. У нас один из магазинов по России. Можете приехать, посадить детей. Убедиться в моих словах, которые я вам сегодня в обзоре говорил. И уже принять решение, покупать или не покупать. Но то, что это один из лучших вариантов на рынке среди универсальных – это 100%. А выбор, естественно, как всегда, за вами. Я уверен, что вы его сделаете правильно. А я лишь хочу пожелать вам удачи и всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok